Пулемётная очередь Машина рванула к Донскому монастырю в крематуре Ой-ой-ой, как же он? Слушайте, ну это знакомая, но у меня память на имена плохая, но знакомая личность Ну про него ходили слухи, что он похищал людей на улице Ну это какие-то байки на самом деле, не знаю правда это или нет Ну какой-то отрицательный он, да, персонаж Это фильм о самой чудовищной мистификации 20-го столетия О самой грязной лжи, обрушенной когда-либо на одного человека А люди, которые сделали это, ещё долго жили, сладко ели и мягко спали Дорога правды бывает невероятно долгой и мучительной Но как бы не скрывали правду, как бы глубоко её не закапывали Рано или поздно она обязательно вырывается на свет и приходит к людям Его архивы уничтожены, а существующие документы о нём фальшивка Но мы не будем что-либо доказывать или опровергать Мы просто расскажем о его делах, которые опровергнуть невозможно Как невозможно назвать маленькой горкой, подпирающей небо Эльбрус 17 марта 1899 года в горном селе Мерхиули Неподалёку от Сухуми, родился Лаврентий Павлович Берия Его рассказов о детстве не сохранилось Но есть воспоминания его жены Нины О тех условиях, в которых она росла Отец мой, целый день босой и раздетый Лил пот на наш небольшой участок земли Кукурузы, собранной с него, не хватало даже для семьи Мясо или кружку молока я видела только в большие праздники А сахар первый раз попробовала в 11 лет Так жили в Грузии крестьяне-бедняки В такой семье родился и Лаврентий Берия Мать мечтала вывести его в люди Чтобы дать возможность сыну учиться, продали пол дома Лаврентий с отличием окончил Сухумское начальное училище Потом продали вторую половину дома И перебрались в Баку Лаврентий поступил в среднее технико-строительное училище Он мечтал стать архитектором Архитектура осталась его не спетой песней Но тяга к ней была неодолимой К примеру, Тбилиси он превратил в один из красивейших городов Советского Союза А знаменитые высотки Москвы Появились по его инициативе Он лично курировал строительство здания МГУ Работать начал рано На его иждивении были мать, глухонемая сестра и пятилетняя племянница В училище организовал нелегальный марксистский кружок Не раз был арестован А тут революция Но и в таких условиях он продолжал учебу В 19-м получил диплом техника строителя с отличием Увлекся нефтеразведкой Его даже хотели отправить в Бельгию на учебу Но началась гражданская война По заданию партии работал в разведке Потом в ЧК В чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Вскоре назначен заместителем председателя азербайджанской ЧК В его виде не разведка, контрразведка, боевые операции А ему ведь недавно исполнилось Только 22 Обладает выдающимися способностями С присущей ему энергией и настойчивостью Выполнял все задания Дав блестящие результаты своей разносторонней деятельности Его следует отметить как лучшего, ценного, неутомимого работника Так о нем отзывалось руководство ЧК переименовали в государственное политическое управление ГПУ Берию перевели в грузинское ГПУ Ему удалось добиться таких впечатляющих результатов Что за успехи в этой смертельно опасной работе Его наградили двумя орденами Красного Знамени Именными часами и оружием И тут 24-летний Берия написал какое-то странное заявление в ЦК партии За время своей советской работы Я сильно отстал в смысле общего развития И не закончив свое специальное образование Имея к этой области призвание Потратив много времени и сил Просил бы ЦК предоставить мне возможность продолжения образования Генерал-лейтенант по нынешним меркам Он думал не о карьере, об учебе О чистых листах ватмана, острых карандашах и архитектурных проектах Но не сложилось Вскоре Берия уже председатель ГПУ Грузии Потом всей Закавказской республики А это Грузия, Азербайджан и Армения К тому времени в СССР окрепла нелегальная партия Троцкого Троцкисты хотели свергнуть советскую власть Грузия была оплотом троцкистов К тому же здесь гигантских размеров достиг бандитизм А в Армении разбойничали курды Но к 30-м годам усилиями ГПУ везде навели порядок Руководитель ГПУ страны Минжинский оценивал это так Вся эта огромная напряженная работа В основном проделана своими национальными кадрами Выращенными, воспитанными и закаленными Под бессменным руководством товарища Берия Сумевшего с исключительным чутьем Всегда отчетливо ориентироваться в сложнейшей обстановке А главный чекист Закавказья все еще надеялся заняться строительством Уже 30-летний, с неоконченным третьим курсом института Он обратился к одному из руководителей СССР, Орджоникидзе Не раз я ставил перед вами вопросы о моей учебе Время проходит, кругом люди растут, развиваются И те, которые еще вчера были далеко от меня, сегодня ушли вперед Ведь при нашей чекистской работе не успеваем зачастую даже газету прочесть Не то что самообразованием заниматься Скажете, теперь не время поднимать вопрос об учебе Но чувствую, что я больше не могу В том же письме Берия просил перевести его на новое место службы Мой уход на работе не отразится, писал он Аппарат грузинского ГПУ работает настолько четко, что любой товарищ, который возглавит после меня, справится За 10 лет работы в ГПУ в условиях Закавказья Я намозолил глаза не только антисоветским и контрреволюционным элементам, но и кое-кому из наших товарищей Я им приелся своим постоянным вскрыванием недочетов Им хотелось, чтобы все было шито, крыто А тут извольте радоваться, кругом недочеты и ляпсусы Берия наводил порядок и среди самих большевиков Высокая требовательность будет мешать ему всегда Он наживет массу недовыжелателей, которые будут копить на него обиду и злость С лета 53-го такие его снимки не печатали Но не похоже было это лицо на образ монстра, который нам рисовали Мы попросили психолога-физиогномиста Милану Минаеву описать характер человека по его фотографиям Идеалист, мечтатель, вот такое лицо идеально подходит ученому Романтики, идеалисты, мечтатели, они впечатлительны, они загораются идеей, могут ради этой идеи идти на горы Какие особенности здесь очень интересны? Во-первых, у него выражены дворцы фортуны, вот посмотрите Дворцы фортуны на лбу То есть этот человек, которому в принципе идет удача У которого получаются очень многие вещи Ему идет и помощь, и поддержка, вышестоящих к тому же Брови короткие Такие люди, если они руководят, например, то им обязательно нужно передавать задание кому-то другому Потому что они хороши именно в начале, они паровозы такие, паровозы-идеалисты Кажется, что все лицо немножко подсобрано из-за того, что брови короткие, оно все как бы сконцентрировано То есть это человек идеи, которую он выбирает и должен четко за ней следовать, идти, разрабатывать Ну вот поэтому я говорю, что вот ученые, это идеальнейшая просто профессия, как сказать, область для такого человека Он очень хотел учиться, но Москва добро не дала И осенью 31-го Берия был избран первым секретарем ЦК Компартии Грузии А через год еще и первым секретарем Закавказского крайкома Он стал главой всего Закавказья Одного из самых отсталых пятью соседей А цитрусы намного выгоднее Они росли тут понемногу всегда Но никому до Берии не пришла мысль сделать их приоритетными Самые сочные, ароматные плоды Юга Цитрусы Мандарины, лимоны, апельсины Червонное золото грузинских колхозов Мандариновых плантаций в Грузии было полторы тысячи гектаров А стало двадцать тысяч Урожайность увеличилась втрое, а в некоторых хозяйствах в двадцать раз И Грузия стала снабжать витаминами весь Советский Союз Начался большой подъем и в животноводстве В колхозах стали развивать племенное коневодство Бывший пастух, ныне председатель колхоза Бардикидзе На сочных пастбищах Грузии Пасутся колхозные атары Стада Табуны В Азербайджане Берия реализовал свои юношеские увлечения нефтеразведкой Открыли множество месторождений Резко увеличили добычу нефти Уже к концу 36-го года Новые нефтяные промыслы Давали половину всей добычи азербайджанской нефтяной промышленности Берия начал строить нефтеперерабатывающие заводы А на Каспии активно бурить морской шельф Бурение морского дна в те времена было в новинку Это потом станет ясно, что он работал на опережение А тогда Берию изрядно критиковали Мол, дорогое это удовольствие Проще и дешевле качать нефть на суше А сейчас бурение морского шельфа используется в мире повсеместно В Азербайджане кроме нефти Приоритетным сделали и хлопководство Расширили посевные площади Закупили ценнейшие сорта египетского хлопчатника Потрудились над повышением урожайности И вскоре по хлопку Азербайджан вышел на второе место в Советском Союзе В Армении тоже все шло по восходящей Бурное развитие получили энергетика, химическая, текстильная промышленность Производство стройматериалов С приходом Берии начались кардинальные преобразования и в грузинской промышленности Возникли совершенно новые отрасли Машиностроения, нефтяная, ферросплавов, шелковая, чайная, благородных и редких металлов Построили шелкоткацкие, трикотажные, обувные фабрики В 1932 году во всей Грузии было сшито лишь 200 тысяч пар обуви А теперь только одна, новая тбилисская фабрика стала выпускать 6 миллионов пар в год Ух, кровопийца редкий! Бывший друг Сталина Дальше расстреляли его За то, что он взятки, коррупцией занимался, убийствами, пытками Берия, что ли? Да, он жил тут у меня по соседству Я когда сюда переехала, так тут Охранники все говорили, что он по ночам тут ходит в саванне Считает, сколько погибло из-за него людей Ну, это сказки были А я выходила даже ночью Может, встречу, плюнуть в рожу Раз Но не удалось Лично, слава богу, я его не знаю Что он был зачинщиком максимального количества репрессий И... Лично у меня к нему очень негативное отношение Разумеется, не забыл Берии про Черное море и уникальный климат республики По всей Грузии началось массовое строительство санаториев, пансионатов, пионерских лагерей Грузия при Берии стала курортной столицей Советского Союза К концу 30-х годов на отдых сюда ежегодно приезжало полмиллиона жителей СССР В несколько раз выросли в Грузии площади эфиромасличных культур Это сырье для парфюмерии Многократно расширили насаждение и других вкусных и полезных растений Республика заняла первое место в Советском Союзе по пищевой промышленности По-настоящему расти промышленность Грузии стала, когда Берия уже работала в Москве Такую сильнейшую он придал ей инерцию К примеру, при нем реконструировали угольную промышленность А значительная отдача пошла уже после его отъезда из Грузии Так добыча угля в 40-м году выросла вдвое по сравнению с 38-м Кинопленка не лжет Вот первый человек в Грузии тихо отступает на второй план Пропуская вперед гостя из Москвы маршала Ворошилова Но тбилисская школьница хочет рапортовать именно ему А он какой-то очень уж скромный для своей должности Стеснительный В первую пятилетку с 1928 по 1932 года, то есть до Берии В развитие промышленности Грузии было вложено 335 миллионов рублей Во вторую пятилетку при Берии 960 миллионов В три раза больше А вот валовый продукт в результате этого увеличился в пять раз Решил Берия и превратить столицу Грузии в образцовый социалистический город В Тбилиси он провел водопровод, канализацию, стал строить жилье В 1934 году Берия начал реконструкцию главной улицы Тбилиси Проспекта Руставели Строили, обновляли и красили здания, сажали чинары Однажды утром по дороге на службу, проезжая по Руставели Он увидел, как из харчевни повар вынес большую кастрюлю отходов и выливает их под деревце Берия посадил повара в машину и привез в милицию Того послали на общественные работы, где он месяц ухаживал за саженцами, постигая любовь к природе В другой раз Берия увидел, как его пожилая соседка колет дрова А ее великовозрастный сын неподалеку играет в нарды Парно на две недели отправили дровосеком в детский дом Жил, кстати, глава республики вместе с женой, сыном и матерью в обычной квартире Во дворе соорудил спортплощадку Установил турник, на котором по утрам крутил солнышко А в выходные гонял тут с мальчишками мяч В конце 19 века в Грузии читать умел лишь каждый пятый Тогда как в целом по стране каждый второй Берия начал строить школы, училища В республике появились институты Сельскохозяйственные, медицинские, политехнические Тысячи грузин отправили учиться в Москву, Ленинград, Харьков, Саратов И уже к 1938 году по уровню образованности Республика вышла на одно из первых мест в Советском Союзе А по числу студентов на душу населения Даже обогнала продвинутых Францию и Германию Дина Гоголашвили, аспирантка консерватории Художник Туице Берия очень любил спорт и активный отдых И физическую культуру широко внедрял в массы Сам хорошо плавал, был отличным стрелком и наездником Почти профессионально играл в футбол Когда он уже работал в Москве И выбирался в отпуск на юг Обязательно ходил на байдарки, на веслах Любил подниматься в горы Спорт общества Динамо Создавалось для приобщения сотрудников наркомата внутренних дел К физической культуре И тон здесь обязаны были задавать руководители Так что любовь Берии к спорту Стала носить теперь и показательный характер Молодым сотрудникам было неловко Отставать от начальства Здесь любят спорт Имеют ценить силу и ловкость Не связь и думал о том Как это может пригодиться в трудные минуты Слеты передовиков, конференции, конкурсы профессионального мастерства Берия придавала этому огромное значение Люди труда не сходили с первых полос газет Получали премии, награды, звания Материальные и моральные стимулы Берия ставил на один уровень Павильон Грузии на ВДНХ Стал одним из лучших У архитектора-недоучки Берии Все было на высоте Вы долго должны продемонстрировать Огромные успехи нашего социалистического сельского хозяйства Наша партия, Ленин, Сталин Всегда ставили в центре внимания Вопросы политики партии в деревне Вопрос союза рабочего класса с крестьянством Придавая исключительные значения Социалистической Деконструкции сельского хозяйства В деле победы социализма Что же касается коллективизации Которую вопреки центральной линии партии Берия не стал массово проводить в Закавказье То надо просто посмотреть на цифры До Берии в колхозы загнали треть грузинских крестьян И жизнь у них слаще не стала А при Берии колхозы объединяли уже 86% Люди сами с радостью шли в быстро богатеющее хозяйство В итоге Берия так подняла регион Что Грузия, Армения и Азербайджан Составляющие Закавказскую республику Стали самыми преуспевающими в СССР В 1935 году они получили высшую награду Орден Ленина Той же наградой был удостоен и глава Закавказья Лаврентий Берия Вот здесь у него идут уже довольно-таки глубокие морщины Это говорит о том, что у человека серьезный стресс Он перерабатывает и причем уже уходит сильно в лоб В принципе, у него, возможно, была опасность инсульта даже в какой-то период В отпуск надо отправлять не задумываясь Сталин, выделявший в людях хозяйственное качество, пригласил Берию в Москву Берия, правда, получил не промышленный союзный наркомат А неожиданное и невероятно трудное задание Обуздать зверя, который вкусил крови и стал смертельно опасен Имя зверя было НКВД Народный комиссариат внутренних дел К середине 38-го года глава НКВД Ежов Чувствовал себя всемогущим Жизнь в стране казалась полностью благополучной Но в ее незримой части кипела работа по поиску врагов народа Искать их массово начал еще предшественник Ежова, наркоман КВД Егода Но именно при Ежове появились разнарядки по областям Сколько посадить, сколько расстрелять Ежов разрешил пытки и сам в них участвовал Все в наших руках, говорил он подчиненным Кого хотим казним, кого хотим милым Надо, чтобы все, вплоть до секретаря обкома, под нами ходили Это было не просто руководством к действию Ежов поставил НКВД над государством В своем большинстве тогдашние чекисты Являлись отнюдь не алмазным фондом нации В высшем и среднем звеньях НКВД Сидели выдвиженцы революции и гражданской войны Малограмотные, жестокие, именно они правили бал В молодой советской власти врагов имелось еще в достатке Поэтому определенный спрос на политические дела был И чекисты наверху смекнули Чем больше они наловят вредителей Тем больше им почета и привилегий И начали ставить клейму «враг народа» На вовсе и не политических делах А жутковатые цифры в отчетах НКВД Не могли не пугать руководство страны Получалось, враги не дремлют И число их растет Это крайне беспокоило политбюро Особенно после того, как троцкисты убили Кирова Главу Ленинграда и ближайшего друга Сталина А когда в 1937 году за считанные дни до часа икс Раскрыли заговор военных Власть пришла в ужас И нарком внутренних дел Ежов Главный поставщик информации Для политбюро о врагах народа Получил добро На захват в свои ежовые рукавицы Всех подозрительных И маховик арестов завертелся Сладкой патокой потекли награды НКВДшникам А им хотелось еще больше И они с утроенным усердием ловили врагов народа Их кураж и влияние росли Процесс стал выходить из-под контроля НКВД подмял губернскую власть До Кремля оставался шажок Ситуацию надо было срочно исправлять Тут Сталину нужен был человек Досконально знающий систему НКВД Хороший организатор Честный, преданный делу В Москве новый Связями не обремененный И конечно смелый В ту пору в обозримом окружении вождя Одновременно всеми этими качествами Реально обладал только один Бывший разведчик и чекист Прошедший огонь и воду Не партийный функционер Не теоретик, а практик Прекрасный хозяйственник Поднявший за Кавказь из нищеты К тому же верный сталинский солдат Лаврентий Белия Правда он категорически не хотел идти в наркома внутренних дел Эта работа была давно пройденным этапом Он согласился, лишь предварительно оговорив особые условия И уже 17 ноября 1938 года Вышло постановление Политбюро Осуждающее преступные методы следствия Насажденные в НКВД Появление этого документа Было одним из требований Берии То есть он фактически Вынудил руководство страны признать Что НКВД в поисках врагов народа Проявлял излишнее рвение И репрессии были не всегда обоснованными И вот осенью 1938 года Берий стал заместителем наркома По тогдашнему министра внутренних дел И руководителем главного управления государственной безопасности Таким образом Самое зловещее подразделение НКВД Было взято под его контроль В начале ноября К празднику революции Берий арестовал верхушку наркомата Одуревшую от власти и безнаказанности Потом расставил на ключевые посты Проверенных людей И начал разбираться с делами ежовцев В следственных органах НКВД Надо было восстанавливать законность Совершенствовать аппарат Почти заново создавать разведку И контрразведку Он мерил шагами кабинет И прокручивал, прокручивал в голове то Что ему предстояло сделать Это очень важная дата Конец 1938 года Массовые репрессии 37-38 годов У многих ассоциируются С именем Берии Но он в это время Еще работал в Грузии А наркомом НКВД был назначен Лишь 25 ноября 38-го И аресты Сразу резко пошли На убыль Берия запретил Массовые операции по арестам И выселению Предписал производить их Только по решению суда Или прокурора Запретил пытки Ликвидировал изобретенные ежовом Особые тройки Это когда приговор без суда и следствия Выносили НКВДшник Партийный секретарь И прокурор Вскоре многие работники НКВД Те, которые занимались Фальсификацией следственных документов И арестами невиновных Сами оказались за решеткой Из рядового состава Берия уволил четверть А из руководящего 62% сотрудников Параллельно проверяли жалобы И пересматривали дела До войны Берия успел реабилитировать Половину военных Уволенных из армии по политическим мотивам Среди них были, кстати, и два выдающихся полководца Генералы Рокоссовский и Горбатов Только за два года Берия освободил из лагерей тюрем ссылок И реабилитировал Более 800 тысяч человек Треть всех осужденных Если в 38 году По политическим мотивам Ежовцы арестовали полмиллиона человек И 300 тысяч из них расстреляли То при Берии В 39-м и 40-м За контрреволюционную деятельность Было арестовано 64 тысячи преступников 4 тысячи расстреляно И это в предвоенное время Когда в СССР было полно немецких шпионов и вредителей В целом же аресты при Берии снизились в 9 раз Ну, исходя из передач какого-нибудь РЕН-ТВ Очень плохие какие-то исторические факты На Варентинере По тем материалам, фильмам или что известно Мне кажется, в человеке много было жестокости Может быть это связано было с обстановкой, с политической Перед войной немцы внедряли в НКВД своих агентов Которые старались нейтрализовать ценных для оборонной промышленности специалистов Часто использовался простой, но верный способ Доносы Среди интеллигенции доносы всегда были популярны Для сведения счетов и продвижения по службе Отчасти именно поэтому в лагерях Томилось немало хороших специалистов Ставших жертвами вражеской разведки Или своих друзей Быстро проверить такие дела Было невозможно Хотя большая работа велась Но надвигалась война Спецы-оборонщики Нужны были по зарез Именно сейчас Иберия проблему с кадрами решил Лишь месяц спустя После назначения наркомом внутренних дел Он подписал приказ О создании особого технического бюро Так появились организации В которых работали инженеры и ученые Попавшие в лагеря Эти организации прозвали шарашками Занимались там военной тематикой В шарашках создали вполне приличные условия Для работы и жизни При первой же возможности Берия стремился этих специалистов освободить Так авиаконструктор Туполев Получивший 15 лет лагерей в мае сорокового Летом уже был амнистирован Как и его коллега Петляков Который вскоре даже получил Сталинскую премию Большая группа разработчиков военной техники Вышла на волю летом сорок первого года Мирная политика Советского Союза Разоблачает перед глазами Всего человечества поджигателей войны Фашистских агрессоров И те государства Которые благодаря своей политике уступов И попустительствам агрессорам Способствуют дальнейшему развязыванию сил войны Там, в странах капитала Правители фашистских государств Направляют народы друг на друга Подвергая их ужасной войне Во имя интересов кучки империалистов Скорее он может впадать в состояние Какие-то, где он не очень себя контролирует Но какой-то врожденной жестокости Знаете, вот как люди, которые там, не дай бог Животных обижают У него этого нет вообще Ну, в лице, в физиогномике Единственное, что вот есть у него авантюрный дух И он, скажем так Эти люди, вот идеалисты-фанатики Ради идеи, да, они могут там убить, взорвать Но ради светлого будущего Это может Войну Берия встретил с заместителем Председателя Саннаркома По нынешнему вице-премьеру Оставаясь наркомом внутренних дел Теперь он курировал еще и угольную, нефтяную, лесную, электротехническую промышленности Цветную и черную металлургию Поезды, граждане, братья и сестры, полицы нашей армии и флота К вам обращаюсь я Друзья мои 30 июня 1941 года в Советском Союзе был создан чрезвычайный орган управления Государственный комитет обороны ГКО В результате чего вся полнота власти в стране была теперь сосредоточена в его руках В ГКО вошли пять высших руководителей страны Сталин, председатель комитета Молотов, заместитель председателя Ворошилов, Маленков И Берия В учебниках истории, изданных после 1953 года Из списка членов ГКО Берия исчез напрочь Как будто во время Великой Отечественной он вообще не существовал А в начале войны Госкомитет обороны Поручил Берии сверхважное дело Эвакуацию заводов Не успеем мы их вывезти за Уралы в Сибирь Победу ковать было бы нечем Впоследствии только дилетанты Могли всерьез говорить о том Что эвакуация была героическим экспромтом А заводы работали под открытым небом среди сибирских снегов На самом деле Еще с конца 20-х годов Советское правительство Имело и постоянно корректировало Секретные планы эвакуации стратегических предприятий На случай войны Тем не менее собрать, упаковать, погрузить все Вплоть до последнего винтика И перевести огромные заводы из одного конца страны в другой В суматошное военное время В такие короткие сроки Было, мягко говоря, невероятно трудно Но Берии это как-то удалось Забавный эпизод Берия тихонько подкладывал на подпись Сталину Счета за сотни тысяч валенок Для оплаты Министерством обороны К которому отношения не имел Но у которого средств было больше, чем у других ведомств А Сталин подписывал технические бумаги не глядя Если человеку полностью доверял Те валенки Отправлялись потом на Урал и в Сибирь Ведь люди, которым там предстояло работать Подходящей теплой обуви не имели Получается, Берия Ежедневно решая масштабные вопросы Не забывал и про такие, казалось бы, мелкие Как валенки для рабочих В Берии Берия Что появилось написать? Зная его как особенно жестокого политика во времен сталинской эпохи, он был расстрелян. Был расстрелян по приказу Сталина Иосифа Васильевича. Вы знаете, очень много о нем разного говорят. В то время мы ничего не знали, потом узнали много негатива. А теперь уже совершенно разные идут разговоры, я думаю, что это больше отрицательные. Хотя и сделал много, он же очень много сделал, по-моему, в смысле атомной электроэнергии, и вообще вот это, всех этих атомных бомб, то что обороноспособность, как говорили, повышал, понимаете. В феврале 42-го Берии поручили еще и производство самолетов, вооружения, минометов, орудий, моторов и боеприпасов. А потом и танков. Танками до него занимался Молотов, тоже зампредсовнаркома. Однажды на совещании Сталин спросил у Берии, как на его взгляд у Молотова это получается. Берия без дипломатии ответил, что Молотов не имеет связи с заводами, не вникает в дела производства, и нет, чтобы решать вопросы оперативно, собирает долгие совещания. Едва ли это понравилось Молотову, но вряд ли и горевал он после этого, ведь производство танков Сталин поручил Берии. И дела как-то сразу пошли. Не бывало короткий срок. 45 дней кировцы наладили и пустили конвейер танков новой модели. А ведь он оставался еще и наркомом внутренних дел. Под его контролем были разведка, контрразведка, диверсии, партизанское движение. Хорошо оснащенные войска НКВД героически дрались на фронте, а сотрудники наркомата обеспечивали порядок в тылу. Так в 41-м, на некоторых участках обороны Москвы, немцы прорывались вглубь на 10-15 километров. Но в самой столице вражеские агенты не смогли совершить ни одной диверсии. Гитлер рассчитывал, что в начале войны в СССР выйдут из строя транспорт и связь, и наступит хаос. И правда, нарком путей сообщения Каганович с работой не справился, и его отстранили. В Госкомитете обороны отвечать за транспорт поручили Берии. И транспортная система была быстро восстановлена. В 1942 году немцы вышли к Волге, перерезав пути сообщения по ее правому берегу. Тогда Берия снял рельсы и шпалы со строительства Байкало-Амурской магистрали и в кратчайший срок провел дорогу вдоль левого берега Волги к Кизляр-Астрахань-Саратов. Благодаря этому к началу контрнаступления под Сталинградом туда подали тысячи вагонов так необходимого груза. Еще пример. За два года войны немцы не смогли восстановить в Запорожье железнодорожный мост через Днепр. Их южные армии снабжались по единственному мосту в Днепропетровске. Американцы считались самыми быстрыми в этом деле. Они построили мост через Рейн с темпом 56 метров в сутки. Строители же Берии в ноябре 43-го возводили железнодорожные мосты через Днепр в полтора раза быстрее. К началу войны у немцев, на которых горбатилась вся Европа, было 47 тысяч орудий. У нас 36. Через год мы их догнали. К январю 44-го у Гитлера было 55 тысяч, у нас 89. Наркоматы, производящие это оружие, курировал Берия. НКВД возглавлял, ну и соответственно славился своими репрессиями и жест, ну скажем так, преследованием всех, кто ему не угодит. Честно говоря, ну поскольку такие репрессии были в свое время, то, конечно, как-то трудно сказать, что он был чист. Но, с другой стороны, говорят, что он промышленность, даже, по-моему, атомную, как-то поднял и что-то там такое сделал. Да, у него были внутренние войска НКВД и пограничные. Да, он сам неоднократно выезжал на передовую. Но все же совершенно непонятно, когда он успел досконально изучить военное дело. Да так, что сумел спасти Кавказ в августе 42-го. Под угрозой захвата оказались Баку и нефтяные источники. Враг продвинулся к предгорьям Кавказа. Немцы прорвали фронт и уже не встречали серьезного сопротивления. Когда положение стало критическим, Сталин отправил на оборону Кавказа не маршалов, а именно Берия. Хотя тот никогда не был профессиональным военным. За несколько часов до отлета Берия распорядился собрать с разных фронтов офицеров грузин. Часть из них уже вместе с ним села в самолет. За сутки собрались 150 альпинистов. Они потом на месте уничтожили немецкую моторизованную пехоту. По приказу Берии туда же самолетами перебрасывали несколько пограничных частей НКВД. Берия освободила от должности командующего фронтом маршала Буденова, члена военного совета Кагановича и еще ряд генералов, повинных в развале обороны. Он вызывал командиров всех рангов и от них лично выяснял обстановку. После этого принял решение создать две отдельные армии, так как единый фронт не мог справиться со всеми задачами. Приказал перекрыть перевалы, чтобы помешать продвижению врага. Надо было выиграть время для подхода помощи. Собрали мобильные группы снайперов, дали им только что появившиеся бесшумные винтовки с инфракрасными прицелами. И всего за сутки устроили 500 засад. Снайперы выбили вражескую разведку и движение немцев затормозилось. За эти дни удалось перебросить туда наши танки и несколько частей. Пока немцев не остановили и ситуация принципиально не изменилась, Берия находился на Кавказе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Его душа вернется тогда, когда у нас станет смута в России. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 30 сентября 1943 года за особые заслуги в области усиления производства вооружения Берии присвоили звание «Героя социалистического труда». А в мае 1944-го его назначили зампредом ГКО и председателем оперативного бюро, которое рассматривало все главные текущие вопросы. Таким образом, с весны 1944-го Берия официально стал вторым человеком в государстве. Сразу после войны было создано бюро Совета Министров для оперативного управления. Им руководил Берия. Теперь в его руках была полностью сосредоточена вся экономика Советского Союза. Вне зоны его влияния были только Министерства иностранных дел и армия. Эти сферы контролировал Сталин. Понятно, что вождь не оставлял без внимания инородное хозяйство, но он доверил его Берии. Враг был разбит, а страна измотана. Помощи ждать было неоткуда. Бывшие союзники объявили нам холодную войну. А нам надо было решать, как получить от Германии хотя бы частичную компенсацию за потери СССР. Берия предложил немедленно вывезти из Германии заводы с оборудованием. И пусть они у нас начинают работать. Промышленность оживет быстрее, нежели сначала ждать денег, закупать технику и так далее. Да и безработицы не будет. Фронтовики сразу найдут себе дело. Кроме того, пусть немецкие военнопленные несколько лет потрудятся на восстановление наших городов. Это хоть в какой-то мере реабилитирует их за военные преступления. Предложения Берии были приняты. В итоге это помогло намного быстрее поднять страну из руин. Он чего-то добился. Это видно очень хорошо по его лицу. Есть определенные удовлетворения, достижения, результаты. Он остается немножко более авантюрным в этот период. У него очень много черт в лице как бы бросаются. То есть брови начинаются, резко бросаются. Носогубные складки начинаются, резко обрываются. Есть такие особенности еще. Это говорит о том, что человек может не дожить до нормальной своей старости. То есть в его лице таких показателей несколько. То, что мы видим, все равно говорит о том, что жизнь заканчивается резко и не в старости. С 37-го года до конца своих дней Берия был еще и депутатом Верховного Совета СССР. Раньше депутаты не уходили со своей основной работы. На этих кадрах выдвижение Берии к депутатам. Выступав шее з他 городе, Мы слишком много не приписали и много хвалили. Конечно, я не сомневаюсь в исправности их чувств и мыслей. Но мне адресат у этих похвал как-то неловко. Но, видимо, на таких собраниях принято хвалить. Я также должен примириться с этим. Руководители партийных организаций, азербайджанам, Грузии и Армении, товарищи Багиров, Чаркьяни, Арузинов, в качестве члена военного совета Закалгазского фронта, показали большевистское умение в деле мобилизации сил народов Закалгазия на отпор врагу, перестройки народного хозяйства республики, на военные влады и организации помощи фронту. Все народы нашей страны хорошо сознают, что решающую роль в обеспечении нашей победы сыграл великий русский народ. В конце декабря 1945 маршал Советского Союза Берия попросил освободить его от должности министра внутренних дел в связи, как он написал в заявлении, с перегруженностью другой центральной работы. От ее результатов теперь напрямую зависела жизнь всего Советского Союза. На этот раз Берии поручили создание новейшего атомного оружия, которым с недавних пор уже владели американцы. Они уже провели бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Понятно, что исключительные важности задания могли дать только самому лучшему на тот момент организатору. Впоследствии академик Курчатов скажет, не было бы Берии, не было бы у нас атомной бомбы. В конце 40-х Советский Союз мог в буквальном смысле прекратить свое существование. 4 сентября 1945 года в США подписали меморандум, в котором ставилась задача перед военными отобрать 20 наиболее важных целей в СССР для атомной бомбардировки. А в 48-м году в США разработали план, по которому готовились сбросить на нашу страну сотни атомных бомб. Американцы полагали, что война с Советским Союзом начнется до апреля 49-го года, считая, что первую атомную бомбу мы успеем создать не раньше 52-го года. Но они ошиблись. Не учли маленький фактор. Роль одной конкретной личности в истории. Новое дело Берии требовало подключения всей промышленности и огромных человеческих ресурсов. Надо было собрать воедино лучших ученых, конструкторов, геологов, инженеров, строителей. Найти место и построить уникальное сооружение. А первую комиссию, которая рассматривала необходимость атомного проекта, создали по инициативе Берии еще перед войной. Будучи руководителем стратегической разведки, он представил информацию из Европы о работах в этом направлении. Комиссия признала, что реализация проекта потребует десятилетий. А у Гитлера бомба была в ближайших планах. Берия настаивал, нельзя, чтобы Германия получила такое оружие раньше нас. В 1942-м, когда в США в строжайшей секретности шло создание бомбы, Берия вновь обратился к Сталину. Наконец, в начале 1943-го создали специальную структуру, куратором назначили Молотова. Время шло, но особых успехов не было. И тогда, в конце 1944-го, поставили руководить Берию. По воспоминаниям академика Курчатова, с переходом атомного проекта от Молотова в руки Берии, ситуация кардинально изменилась. Берия быстро придал всем работам необходимый размах и динамизм. Он обладал огромной энергией и работоспособностью. Не могли не отметить его ум, волю и целеустремленность. Первоклассный организатор, умеющий доводить дело до конца. Умел по обстоятельствам быть вежливым, тактичным и просто нормальным человеком. Совещания были деловыми и всегда результативными. Он был мастером неожиданных и нестандартных решений. Не пренебрегал выездами на объекты и личным знакомством с результатами работы. Если бы мы начали с нуля, без научно-технических данных, полученных разведкой Берии, результаты появились бы лет на десять позже. В короткое время Берия создал сплоченный коллектив с невероятным потенциалом. А ведь работали в крайне тяжелых послевоенных условиях. И вот 29 августа 1949 года советская атомная бомба прошла испытание. Так был создан наш ядерный щит и завершилась монополия США на атомное оружие. Ученые хотели назвать бомбу Б-1, что значит Берия-1. Но Лаврентий Палыч отказался. Всех участников атомного проекта щедро наградили. Берия получил госпремию и орден Ленина. И тогда Сталин предложил учредить звание выше всех существующих. Звание почетного гражданина СССР. Только два человека удостоились этого звания. Курчатов и Берия. Ну, вы знаете, я могу сказать, что еще совсем, может быть, недавно или несколько раз это был однозначный злодей. И у меня, я думаю, как у большинства, он как бы дрожь такую вызывал, наверное, мистическую даже. А сейчас уже встречается много текстов, которые пытаются другую версию Берия представить. Что это был прогрессивный человек, что все это, что все это пиар. Вот у меня сейчас возникло желание разобраться, потому что я вижу, насколько мозг человеческий выстраивается политехнологическими технологиями, что я этому уже не верю. Я не знаю, какой он был на самом деле. Для страны это знаковая личность была. Достойно того, чтобы о нем не забывали. С конца 40-х Сталин постепенно передавал Берии управление страной. Но второй грузин во главе СССР считал он перебор. И на первую роль, формальную, двигал Маленкова. Вот он в серединке. А неофициальным главой должен был стать лучший хозяйственник страны Берия. Еще подтверждение именно такой расстановки сил – это поведение ближайшего окружения Сталина в последние часы его жизни. Доктор Чеснокова вспоминала. Мы делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце уже не завести. Наконец ко мне подошел Берия, сказал – хватит. Такой приказ мог дать только новый глава государства. Кстати, по неписанным законам, на похоронах руководителя страны новый лидер шел слева от гроба. Слева идет Берия. В марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, первому заместителю председателя Совета Министров Берии опять пришлось взять на себя еще и МВД. Берии вновь предстояло исправлять положение в органах, но теперь уже после министра госбезопасности Игнатьева. И опять бессонные ночи, бесконечные вышагивания по кабинету, поиски решений неотложных задач. Без преувеличения, в те месяцы Берия был единственным в правительстве генератором государственных идей. Распределение должностей в правительстве, подробно спланированное еще при жизни вождя, провели быстро, как по нотам. Вот Берия выдвигает Маленкова на пост председателя Совета Министров. Сам он сразу был утвержден первым заместителем председателя. Вношу на ваше рассмотрение следующее предложение. Назначить председателем Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик Георгия Максимилиановича Маленкова. Товарищи депутаты, перед правительством Советского Союза стоят большие и ответственные задачи. Как по руководству внешней политикой нашей страны в условиях сложной международной остановки, так и по руководству гигантской, героической борьбой народов Советского Союза за построение коммунистического общества в нашей стране. Поскольку Маленков был лишь формальным руководителем правительства, именно Берия стоял во главе СССР. Он начал целый ряд фундаментальных реформ, которые впоследствии историки назовут беспрецедентными. В его распоряжении было всего 112 дней. Он предложил освободить и реабилитировать многих известных людей, в том числе освободил жену министра иностранных дел Молотова, выпустил врачей, проходивших по делу сфабрикованному Игнатьевым. Исправительно-трудовые лагеря он передал из МВД в Министерство юстиции, а их производство соответствующим министерству. На освобожденных предприятиях стало не хватать людей, а заключенные в лагерях остались без дела. Тогда Берия предложил провести широкую амнистию для тех, кто осужден до пяти лет. Он инициировал рассмотрение вопроса о возвращении Японии спорных Курильских островов. Предложил отказаться от строительства социализма в ГДР, но обрести мощное влияние во всей Германии, для чего ГДР с ФРГ объединить. Настаивал, чтобы в союзных республиках на руководящей должности выдвигали не русских назначенцев, а местных жителей. Выдвинул идею написать более правдивую историю Великой Отечественной войны. Предложил честно рассказать людям о том, что происходило в 30-е-40-е и о поведении руководителей страны в период репрессий. Поделился этим с женой. Она сказала, «Считай, Лаврентий, это твой конец. Они тебе этого не простят». Он хотел ограничить партийную власть. Для разжиревших партаппаратчиков это был страшный удар. А за полгода до смерти Сталин озвучил программу, задвигавшую партию на второй план, она уже сыграла свою комиссарскую роль и превращалась в безответственную говорильню. Вождь даже попытался уйти с поста лидера партии. Но партия без Сталина в одночасье теряла свой вес и превращалась в одну из общественных организаций. Для высшей партноменклатуры это означало утрату всего и власти, и сласти. Аппаратчики вывернулись наизнанку, но Сталина с поста генсека не отпустили. Они понимали, рано или поздно вождь из партии все же уйдет, оставит их без спасательного круга, и они пойдут ко дну. И они сбились в кучку вокруг Хрущева, самого амбициозного из них. Им надо было придумать, как поскорее избавиться от Сталина. А вождь, объявив о своем уходе с поста генсека, тем самым подписал себе смертный приговор. Соратникам осталось лишь договориться, как его исполнить. А партийную власть Сталин ограничивал давно. И после его смерти первым лицом страны называли председателя Совета Министров Маленкова. После убийства Берии все понеслось вспять. Власть захватила партийная диктатура во главе с Хрущевым. Еще вчера все вроде было спокойно. Но вот Берия сказал Хрущеву, что завтра, 26 июня 1953 года, он поставит вопрос об аресте бывшего министра госбезопасности Игнатьева. Слишком много за ним числилось грехов. А Игнатьев был человеком Хрущева. Четыре месяца назад умер Сталин. Инсульт выглядел довольно естественно. Но многое настораживало. Исчезли страницы из медкарты вождя. Вдруг умер начальник охраны Сталина Хрусталев. Застрелились два охранника. До этого скоропостижно скончался комендант Кремля. А именно министр госбезопасности Игнатьев ведал сталинской охраной и убрал от вождя двух самых преданных ему людей. Помощника Поскребышева и начальника управления охраны Власика. Мог ли Берия занимаясь атомным проектом и уже семь лет не имея отношения к МВД заподозрить что Сталину помог умереть Игнатьев. Скорее всего он уже начал догадываться о заговоре против вождя и вел тайное расследование. Ясно что после разговора с Берией Хрущев тут же все выложил Игнатьеву о его грядущем аресте. А тот вероятно поставил условие или вы меня спасаете или я вас сдаю. Тогда засветятся все участники заговора против Сталина. А это измена родине расстрел. И у Хрущева первый номер. У Игнатьева второй наверное или третий. Кто знает сколько их там было. Как Хрущеву было не допустить ареста Игнатьева и сохранить себе жизнь. Единственный вариант смерть Берии. А если объявить что именно Берия готовит переворот а он Хрущев его упредил надо было срочно арестовывать Берию. Но живой Берия это масса проблем. Ведь тогда у соратников остается выбор кто им ближе Берия или Хрущев. К тому же арестованного Берию они могли потребовать для объяснений. И вообще членов правительства было не принято арестовывать до расследования в политбюро. Поэтому Хрущев и пошел не на арест а на убийство. Поводов для ареста не было. Было только желание спасти свою жизнь. 27 июня 1953 года министр обороны Булганин приказал 3-м танковым полкам и мотострелковой дивизии с боезапасом войти в Москву. Двум авиадивизиям ждать приказа о бомбардировке Кремля. Один танковый полк на Ленинских горах Второй перекрыл Горьковское шоссе Третий взял под контроль вокзалы телеграф Кремль и улицу Горького В центре Таманской дивизии Так Хрущев камуфлировал перед правительством Отражение несуществующего заговора Берии А заседание в Кремле 26 июня перенесли Берия поехал домой обедать В полдень его сыну позвонил дважды герой Советского Союза Летчик Амет Хан «Серго!» – кричал он в трубку «У вас дома была перестрелка! Ты все понял?» Во внутреннем дворе стояли два бронетранспортера Стекла в окнах кабинета отца были разбиты Охранник шепнул «Серго! Я видел, на носилках вынесли кого-то, накрытого брезентом» Сын Берии, Серго, написал книгу об отце Нашел показания людей, которые участвовали в покушении Их готовили три месяца А за день дали приказ штурмовать дом Берии О том, как был убит Берия, точно неизвестно Мы провели эксперимент Попросили рассказать о нем шаманку-ясновидящую Кажету Ахмеджанову Она родилась в далеком казахском селе И кроме имени Берии ничего о нем не знала Но он знал, что его убьют Он знал, что он покинет этот мир Ему сон приснился И даже он смерти не боялся Его вывезли из дома Почему-то я вижу, что он был накрыт Каким-то вот как березентовым Или была простыня А за простыней березентовым этим Удар был вот отсюда Почему-то мне показывают, что удар был с затылка Он даже не ожидал И ударил вот тот, кто в доме Был работником его дома И он упал И когда он упал Быстренько его положили в носилки И потихонечку несколько солдат его вынесло Его убили И сожгли Мне почему-то я вижу, что он горит И его душа до сих пор не может реинкарнировать Он был невыгоден другим государствам Потом я вижу мужчину в шляпе Почему-то С завернутым шарфом С длинным этим Он все время избегал людей И как будто бы, знаете, шел в суд И как будто бы он брал те деяния Которые даже он не совершал Чтобы заставить верхушку страны подчиниться Хрущев создал ей безвыходное положение Убедил, что Берия готовил переворот А теперь он мертв И выбора нет А народ надо было оглушить так Чтобы лишь при упоминании имени Берии Слышались проклятия И Хрущев объявил его не только шпионом Но и сексуальным маньяком Тут же в кабинете Берии Нашли горы женского белья И список сотен любовниц Правда, список женщин В изнасиловании которых обвинялся Берия Полностью совпадал с тем Что Игнатьев выявил ранее У арестованного им же генерала Власика Но на это никто внимания не обратил Образ Берии вышел дьявольски жутким Соратники струхнули Возможно, на экстренном пленуме ЦК Многие вели бы себя совсем по-другому И встали бы на защиту Берии Если бы знали, что он жив Но Хрущев доказал им, что Берия мертв И соратники поняли Бороться нет смысла Ведь за Хрущевым стояли бойкие генералы Которые пришли с оружием прямо в Кремль Да, согласившись с Хрущевым Они превращались в соучастников его заговора Но при этом оставались живыми Для оправдания убийства Берии Уничтожили еще несколько человек Тем, кто работал с ним Предлагали его оклеветать Согласился свидетель Отказался соучастник Шестерых признали виновными и расстреляли Генерал армии Масленников После допроса застрелился Он отказался клеветать Трудящиеся Москвы Как и весь советский народ Единодушно одобряют Постановление пленума Центрального комитета партии Одобряют меры Принятые по ликвидации Преступных действий Врага народа Берия На собрании коллектива завода Серп и молот Секретарь Московского городского комитета партии Товарищ капитан Сделал сообщение о пленуме ЦК партии Деятельность подлого перерожденца Агента международного империализма Берия Говорит вальцовщик Тимаков Вызывает гнев и возмущение Каждого советского человека Московские металлурги Приняли резолюцию Одобряющую постановление пленума ЦК партии Говорила секретарь МГК партии Товарищ Фурцева Повысить революционную бдительность Самоотверженно трудиться на благо Родины К этому призывали Текстильчица Беловенцева Номатор производства Ворошин Собрания трудящихся Москвы Явились выражением Единства партии Правительства и народа Дело Берии получилось жалкой пародии Оно было рассмотрено Специальным судебным присутствием Верховного суда Под председательством маршала Конева Слушания 23 декабря 1953 года Были закрытыми Само дело Сплошные копии На копии приговора Даже нет подписи судей По официальной информации В тот же день Берия был расстрелян Впоследствии Сын Берии Сергов Встретился со Шверником Членом того самого тайного суда Живым я твоего отца не видел Сказал Шверник Еще один член суда Михайлов Тоже дал понять В суде сидел Совсем другой человек На допросы В летние дни Приходил некто Замотанный шарфом В шляпе Надвинутый на глаза Хрущев методично вымарывал имя Берии Из истории Редакция Большой советской энциклопедии В письме подписчиков Предложила вырезать статью о Берии И вклеить прилагаемую статью Переименовали улицы имени Берии В городе Сарове Где создали нашу атомную бомбу Улица Берии стала улицей Гагарина Но именно здесь В единственном месте страны В музее ядерного оружия Висит портрет Руководителя спецкомитета По урановому проекту Лето 53-го Уже без Берии Они гуляют по выставке Пока еще первое лицо государства Председатель совета министров Маленков Бальяжно идет на полшага Впереди Хрущева Через 4 года Они спохватятся Члены сталинского политбюро Поймут, что натворили в тот роковой день Они наконец встанут на защиту Сталина Оболганного Хрущева И проголосуют за снятие Хрущева с должности Но в последний миг Он выскользнет А их растопчет Этим сталинским соратникам Видите ли Не нравилось, что Хрущев делал со страной Но для него они были очень опасны Потому что опирались на непререкаемый Авторитет Сталина Пока существовал этот фундамент Для Хрущева жила опасность В его шитье кругом торчали белые нитки Он уничтожил шпиона и маньяка Берию А тот считался преемником вождя Сталин, выходит, был слепым Вот если бы вдруг выяснилось Что и сам вождь на деле был кровавым тираном Тогда бы все встало на свои места И Хрущев решился этот фундамент разрушить Предварительно уничтожив тонны документов Изобличающих его Как одного из самых ярых организаторов репрессий В 1956 году он собрал съезд партий И все коллективные ошибки руководства страны Свалил персонально на Сталина Чтобы самому выглядеть белым Как лебяжий пух Он пнул мертвого вождя И назвал его кровавым убийцей К концу 50-х Хрущев демонтировал все памятники Сталину А ночью, 1 ноября 1961 года Вынес тело вождя из мавзолея И зарыл у Кремлевской стены Ему хватило подлости Чтобы не поставить памятник на его могиле В 1970 году Брежнев исправил эту несправедливость Расправившись с Берией Хрущев запрыгнул в поезд Который еще несколько лет С большой скоростью шел по инерции Спутники Первые в мире космонавты Так называемые оттипы Это была работа механизма Запущенного Берией Но Хрущев все заслуги Приписал исключительно себе Что сделал он лично Так это отдал партии всю власть Создав партийную диктатуру И легонько погладил по шерстке Творческую интеллигенцию А в СССР буквально через несколько лет Все стало загнивать Потому что управлять страной Хрущев не умел Он развалил сельское хозяйство Засеяв поля кукурузой Чуть ли не до Арктики Взялся пахать солену Но все испортил И к началу 60-х Появились давно забытые очереди За мукой и белым хлебом Он прекратил выплаты По облигациям внутреннего займа Тем самым фактически Объявив в стране дефолт И отобрав сбережения у граждан Он застроил города Убогими панельками Отнял у людей Приусадебные участки И обложил налогом фруктовые деревья Порвал отношения с дружественным Китаем Чуть было не развязал войну с Америкой Благословил строительство 100-километровой Берлинской стены Зато каждые три года Награждал себя высшими званиями Героя труда А один раз не утерпел И в 64-м году Стал героем Советского Союза Это два года спустя после того Как расстрелял в Новочеркасске рабочих Недовольных тяжелым экономическим положением Коммунистической партии Советским государством Верному Ленинцу Никите Сергеевичу Кущеву Присвоено звание Героя Советского Союза Леонид Ильич Брежнев Вручил Никите Сергеевичу Заслуженную награду Орден Ленина На золотую звезду героя В памяти людей Он остался строителем хрущевок И фанатом кукурузы А Кузькину мать Которая стращала американцев Имея в виду атомную бомбу Создал все-таки не он А Берия Однозначно нельзя сказать, что это какой-то монстр Что-то было наверх В чем-то был прав Но он жестко действовал Не он один Я положительно отношусь вообще к людям Вот этим Берии, так и Сталину Я считаю, они все правильно делали Ставший привычным образ Берии Ничто иное, как портрет убитого Созданный убийцами для своего алиби Объективный же подход Позволяет совершенно другими глазами Увидеть нашу историю Всю жизнь он решал проблемы Которые даже теоретически решить Было невозможно При этом самостоятельно выучил три языка Чтобы в оригинале читать литературу И разведданные, поступающие к нему лично Сверхсекретная стратегическая разведка Которую Берия возглавлял с конца 30-х Не знала провалов Сотни фамилий он держал не на бумаге, а в голове Поэтому никогда провал одного резидента Не тянул за собой целую сеть А среди его резидентов Была и кинозвезда Ольга Чехова Подруга Евы Бралн Передававшая Берии информацию о планах И настроениях Гитлера С Берией напрямую были связаны Глава французской разведки Второй человек английской Министр Японии Военачальники Германии Чем бы ни занимался Берия Он всегда оставался руководителем Стратегической разведки Он был очень образованный Он знал три языка У него была очень такая Он знал немецкий хорошо По-моему, английский И еще какой-то В середине 20-х Секретарь закавказского крайкома мясников Оценивая молодого председателя Грузинского ГПУ Сказал Берия – интеллигент Почему-то он любил пенсне Уже давно изобрели очки А он каждый день цеплял на нос Смешные старомодные стекляшки В Закавказье эти стекляшки Однажды спасли ему жизнь На него было несколько покушений И одно, как считали Инспирировал тогдашний глава НКВД Ежов Который убирал возможных конкурентов Берия ехал по военно-грузинской дороге Когда машину обстреляли Смертельная пуля попала В его белорусского товарища Сидевшего рядом Он тоже носил пенсне Убийцы перепутали мишень Отец был человеком увлекающимся Вспоминал его сын Серго И старался основательно вникнуть В суть того, что делал Например, когда в Грузии Осушали колхидские болота Чтобы посадить там субтропические растения Он изучил все с этим связанное У него было неудержимое стремление К самообразованию Я поражался, какими знаниями Он овладел в ракетостроении Производстве атомной водородной бомбы Как он профессионально спорил С крупными учеными Выясняя технические подробности Никогда не делал выводов Опираясь на эмоции Только на глубоко проработанном материале Ответственнейшее решение Связанное, например, с новым оружием Он принимал за 15 минут Но этому предшествовала Колоссальная работа Он всегда вставал в 6 утра Часа 2-3 работал Читал различные материалы За день набегало 300-400 страниц После завтрака на службу После ужина Снова за документы Перед тем, как выступить с речью Выпивал стакан свежевыжатого лимонного сока Обожал горький перец Ел в таких количествах Что очень беспокоила его мать Берия был очень мягким человеком На работе суровый и настойчивый Дома проявлял уступчивый характер Уделял огромное внимание Воспитанию сына Интеллектуальному и физическому Сам, будучи человеком Разносторонне спортивным Обожал футбол Команда «Динамо» была его любимым детищем Он старался не пропускать Ни одного матча с ее участием К жене относился очень нежно Как рассказывал его сын Серго Лаврентий Павлович не был монахом Но все слухи о его сексуальных похождениях Просто черный пиар Его жена Нина была красавицей К тому же грузинкой Воспитанной в строгих правилах Она не потерпела бы даже намека На что-либо подобное Спустя годы в одном интервью Она сказала Удивительное дело Лаврентий день и ночь Был занят работой Когда ему было иметь дело С легионом этих женщин Нина была единственной женой Берии Они прожили вместе 30 лет Даже будучи арестованной После его смерти И потом ссылки Она так и не отреклась От своего оклеветанного мужа Но он в то же время Знаете, вот именно Он такой вот очкарик С виду То есть, конечно, он не внушает Это еще кругленький такой весь Он не внушает впечатление такого мачо Если говорить относительно среднестатистического То он немножко более сексуальный Но в пределах нормы Если мы будем сравнивать с Кеннеди То Кеннеди гораздо более Гораздо более активен в этом плане Прям гиперактивности не видно, нет После гибели Берии Его сын был лишен должности Звания доктора наук Московской прописки И даже фамилии В ссылке он начал работать практически с нуля Снова написал диссертацию Вернул себе научное звание Разработал уникальные проекты Лаврентий Палыч не курил Пил только хорошее грузинское вино И лишь в умеренных дозах Очень любил музыку Хорошо рисовал Карандашом, акварелью, маслом Жил очень скромно Первую шубу жене подарил не сам А его сын Серго Когда получил госпремию После гибели Берии И конфисковывать-то в доме Было нечего Вообще это реинкарнация Павла В одной из жизней Он был рожден И он был Павлом Сыном Екатерины Который правил когда-то Россией Он также умирает И повторяет ту же смерть В этой жизни В которой он прожил 54 года А Павла Он умирает в возрасте 49 или 47 примерно И происходит такая же смерть Но немножко в другом варианте Поэтому Это реинкарнация Павла И Берия еще в этот мир не пришел Павел Первый Имел много общего с Берией Он тоже был блестящим реформатором Убит 46-летним Тоже дома И тоже в результате заговора О нем, как и о Берии Были распущены слухи Его принижающие Заговорщики также не понесли Никакого наказания Имя его было забыто Впервые о цареубийстве Заговорили лишь 100 лет спустя Заслуги его, как и Берии Не оценены до сих пор Огромные листы Ему принесли в то время Планы ядерного оружия И второе Принесли какой-то план Космических сооружений И он где-то в стенах замуровал Придет время Поменяется государство Поменяются люди И со временем Как-то при ренконструкции Его дома Чисто случайно Найдут Эти его архивы У него были очень гениальные мозги Он хотел в Советском Союзе Образовать очень сильную Школу разведки Школу космонавтики Школу Вы знаете Ядерных технологий В то время В то время Он задумывался Сделать огромную Атомную электростанцию Но в то время Он уже болел раком Если бы его не убили Он бы сам умер Он облучился У него было очень сильное облучение И у него уже в то время Очень мне прям показывают Здоровье было неважное Он все время болел И мне почему-то показывают Что у него в легких Было очень много опухолей Вместе с физиками Во время создания Атомной бомбы Он получил большую дозу облучения Несколько участников Проекта вскоре умерли Не случайно С начала 50-х Он стал очень быстро Стареть После войны Он планировал Лет 7-10 Поставить Страну На На мировой масштаб Этот человек Был одержим Страной Он хотел организовать Хорошее коммунистическое Государство Это был гениальный политик И гениальный разведчик Он хотел Создать хорошую Школу разведки Но если бы он Правил бы Дальше Россией И был бы Серым кардиналом То конечно Страна Быстро бы поднялась Кто знает Как сложилась бы Жизнь Советского Союза Не решись Хрущев На государственный переворот Возможно Тогда был упущен Исторический шанс Обернувшийся 30 лет спустя Звонкой Как битая посуда Перестройкой Которая полностью Провалилась Ну конечно положительно Ну а как же Такие заводы Такие фабрики Такую атомную промышленность Ну таких летчиков Воспитали Авиацию Воспитали Воспитали Армию Оружием Победы После войны Создал Атомную бомбу Благодаря чему Наша страна До сих пор Не стерта С лица земли Начал Прогрессивные Реформы Но был подло Убит Облит чудовищной Грязью И начисто Вырван Из памяти Своего Отечества Даже могила Его Неизвестно Где Из окон кабинета С выходом на площадь Хоть и рабочий день Давно закончен Тогда к чему Вся эта точность Скурпулезность Плюс аккуратный Подчерк Но приказ Должен быть Исполним Дабы ночью Можно было бы Сомкнуть глаза И не важен возраст Пиджака Потрепанность Его портфеля Все это пустяки Немного разные Приоритеты Когда такое время Закружит город Музыка Инвернесса Молодые пары Его голову Кружит отечество Как гурчане Быть верным Своей родине Как своей матери И все это Не ради грамот С наглудным знаком С азартом Нумизмата С бессонными Ночами Ставшими Вереницей в жизни Рано или поздно Покинут небо Журавли И сгорят письма Как сгорают люди Словно спички Когда горят письма Дым улетает в небо склон Но после жизни Останется память Во веки веков Я был на все готов Был готов дотянуться до звезд Я так тебя любил Прости Если не смог Они способны забрать Раз был предан теми Кто по идее спины Должен был прикрыть И все что было сделано Хорошего Удалить Стереть Забыть В рассвете лет Убить Рука не трогнет И ничего не стоит Вновь переписать историю Да так чтоб не узнали Не нашли Где похоронен был Но истины не спрятать В сетях обмана Спустя годы Она как свет Луч ухажет Выход из тумана Надежда греет сердце Только тем Кто ждет и верит И время Все расставит На свои места Правда Не горит Не тлеет Истинные герои Будут помнить Эти земли Пускай пройдут Десятки лет И мне стереть Не спрятать И правда Рвется сквозь потери Словно рассылка Обязательно найдется Тот Кто восстановит Память Когда горят Письма Дым улетает В небосклон Но после жизни Останется память Во веки веков Я был на все готов Был готов Дотянуться до звезд Я так тебя любил Прости Если не смог Когда горят бисы